Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться своим экспериментом по приготовлению фасолевой пасты для изготовления малазийских цветов. И я думаю, что вам уже наверное встречался этот рецепт в интернете и сегодня его решила попробовать я. Я его немножечко изменила по своему вкусу, но это никак не повлияет на качество крема. Этот крем буду я готовить из нашей обычной фасоли, смешала два цвета, такие которые у меня были. Нам понадобится 400 грамм фасоли, ее нужно замочить в воде, лучше всего на 12 часов, у меня где-то она замачивалась часов 8. После этого ее нужно отправить вариться, где-то закипело и минут 5-10 пускай она у вас поварится. И залить ее потом холодной водой несколько раз, чтобы она остыла. Затем с нее хорошо слазит кожурка, как с миндаля, который допустим на муку, если вы чистили, то очень хорошо с нее слазит кожурка. Это, конечно, дело очень долгое, под фильм очень прекрасно. Потом эту фасоль нужно поставить и проварить до момента ее разваривания. Она у вас еще будет комочками и в ней будут еще хвостики, которые внутри фасоли. Не важно, сколько воды вы в нее добавите, все равно вы видите, воду мы будем отсаживать. После того, как она у вас проварится, ее нужно протереть сквозь сито раза два, чтобы эти все хвостики от фасоли ушли. Я вначале использовала более крупное сито, потом более мелкое сито, чтобы удобнее было. И потом, вы видите, перелила на ткань, у меня это льняное полотенечко, и начала отдавливать с нее лишнюю жидкость. До того момента, пока у нас не получится вот такая вот, я бы сказала, паста практически. Она уже, в принципе, держит форму хорошо, но она такая как бы рыхлая. То есть, формировать с нее цветы некак, и плюс она никакая на вкус. Посмотрите, вот она уже хорошо держит форму сейчас. С нее, в принципе, лепить можно. Теперь будем с нее уже делать крем. Посмотрите, какая вот плотная у меня получилась после отсаживания. Буду добавлять сюда сахар. В рецепте, который показывают в интернете, пишут, что нужно добавить где-то грамм 360 на 400 грамм фасоли. Для меня это очень сладко, один к одному сахар. И это, мне кажется, будет чересчур приторно, поэтому я добавила всего 250 грамм. Вы можете положить от 250 до 360. Сколько вам захочется. Можете положить около 300 грамм. Еще добавлю вот чуть-чуть лимонной кислоты, буквально там треть чайной ложки. И ванильный сахар, чтобы немножечко все-таки пахло у нас чем-то эта фасолевая паста. Ставлю это добро на огонь. И все время помешивая до растворения сахара. Закипела у нас эта масса. И ее нужно будет уваривать до того момента, пока она не... Вот так вот она не должна прям бежать у вас с ложки. Она должна немножечко задерживаться у вас на ложке. То есть сбегать медленнее. Сильно не переваривайте, потому что потом невозможно будет с ней работать. Лучше ее не доварить и потом закипятить еще раз. Накрываем пленкой встык и отправляем полностью остывать. После остывания посмотрите, какая у меня паста получилась. Прошу прощения за свет. Уже как бы ночь. Я уже ночью продолжала приготовление. Посмотрите, как она хорошо держит форму. То есть цветы все будут прекрасные, лепестки все держать форму. Скажу сразу, она фасолью абсолютно не отдает. То есть я добавила еще туда капельку ароматизатора обычного. Помимо ванильки я добавила еще капельку туда бананового ароматизатора. И она у меня совершенно вообще не отдавала никаким вкусом. Фасолью точно там не пахло. Посмотрите, как она прекрасно красится. Там у меня был разведен русский фиолетовый краситель. Елевый топ декор. Вы видели, как хорошо прокрасилась. А здесь хочу показать, что и сухим красителем тоже бесподобно красится. Добавила я немножечко самого простого сухого красителя. И вот получается вот такая вот у нас паста. Но она как полупрозрачная, что ли. Вот такой вот у нее не сильно насыщенный цвет. И для того, чтобы она у меня была как более плотный такой цвет, добавлю капельку белого красителя. У меня это диоксид титана. Добавляю вот буквально чуточку. Перемешиваю. И получается более такая плотная как бы масса. Она не такая прозрачная, что ли. Я не буду показывать абсолютно все цветы, которые я делала. Потому что старалась делать разные. Наделала кучу мешков. У меня лежала с этими кремами разного цвета. В общем, работала я с насадкой для роз. У меня нет вот этой специальной насадки, которая как улыбочка идет для таких цветочков. Поэтому у меня здесь большая насадка для роз. Вот такой цветочек у меня получился. Диаметр выходного отверстия моей насадки, по-моему, 1,8 см. Покажу еще. Смотрите, я наполнила эту насадку только саму насадку. Одним цветом крема. У меня здесь оранжевый. И либо вставляете просто в мешок, либо как я вот прикручиваю ее к мешку. В сам мешок я буду вставлять уже как бы другой крем. Для того, чтобы не просто не пачкать такой огромный мешок, я буду добавлять этот крем в маленький вот такой вот мешочек и просто вставлю его внутрь большого. Кстати, замечательные мешки очень попались. Вот эти вот зеленые, они огромные. Очень удобно, большие мешки. У нас в кондитерском магазине брала. Смотрите, беру капельку крема, ставлю на гвоздик бумагу, обычную бумагу для выпечки, ставлю срединку насадкой травка и начинаю делать такую вот небольшую, как розочку. И вижу, что у меня уже начал внизу делаться как красный цвет. То есть у меня была срединка оранжевая, а дальше получается красный цвет. Здесь не важно, какие цвета вы будете совмещать. Очень популярные считаются там зеленые срединки и каким-то другим уже вокруг. Ну, просто удобно, что я не пачкала два мешка, не нужно мне две насадки, а получился двухцветный цветочек. Теперь взяла вот насадку для листиков и буду делать что-то похожее на колокольчик. Делаю шестилистник, либо пятилистник, как вам захочется. И внутри вот так вот ставлю еще, как бы срединку такую. Взяла насадку, которая буковка С маленькая, для гвоздик, по-моему, это насадка. И сделаю маленькую срединку. Там у меня нежно-розовый цвет внутри. И вот такой вот получился у меня колокольчик. Если поиграть с насадками, можно типа орхидейки что-то делать. Мне не захотелось делать все цветы и полностью вот эту вот горку я хотела сделать, чтобы цветы как бы были на горке. Я не захотела делать эту горку из этого крема. Все-таки его будет чересчур много. И я не скажу, что прям была бы в восторге наесться фасолевой пасты. Поэтому я решила сделать белково-заварной крем. Он будет прекрасно держать эти цветы. Цветы эти на бумажечках я разложила на досточки и отправила в морозилку. Замерзают они намного дольше, чем, допустим, масляный крем. То есть отправьте в морозилку минимум часа там на четыре, чтобы они замерзли. Я эти цветочки сделала часть ночью, часть утром и украшала тортик уже где-то в районе обеда. Я разделила цветы по цветам и пытаюсь равномерно просто распределить, допустим, фиолетовые, чтобы были на равном расстоянии, там розовые. Ну, вот как бы пытаюсь, чтобы не было, допустим, пятен одного цвета сильно. Вначале выкладываю самые большие цветы, а те, что помелче, буду выкладывать в самом конце, дабы заполнить все количество. Кстати, насадкой тюльпан прекрасно получаются цветы. Просто замечательно. Мне очень понравилось. И двухцветные, какие угодно. Вот именно тюльпаном мне тоже. Обычный наш тюльпан, который широкий продается. Вы видите, вон в конце у меня стоят тюльпанчики. Продолжаю расставлять свои цветочки. Их довольно много. Кто сомневается по поводу вкуса этой пасты, я скажу, что вот именно фасоль там точно не чувствуется. Но консистенция крема немножечко не такая, как, допустим, это был бы белковый заварной крем. То есть он не такой нежный. Он, я бы сказала, ну не то чтобы с крупинками, ну вот такое вот ощущение, как бы не пыли, ну вот такое вот, не совсем нежная консистенция у него получается. Но возможно это зависит еще и от сорта фасоли. Вдруг она разваривается, у вас другой сорт фасоли и будет совершенно по-другому. Но я же говорю, у меня была самая простая фасоль, которая домашняя была дома. Разложила цветочки и теперь буду делать листики. Листики я тоже решила делать из белково-заварного крема. У меня, кстати, еще даже с этого количества фасолевой пасты еще осталось, наверное, штук 10 цветочков, которые я не поставила на тортик. Они просто у меня уже не влезли. То бишь украшения такого количества пасты достаточно для тортика. У меня здесь, по-моему, 25, ну где-то 25 сантиметров у меня здесь диаметр моего тортика. Мне, в общем, очень понравилось работать с этой пастой. Надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.